сейчас будет холл новогодних кружечек девчонки всем большой привет добро пожаловать в новый влог и уже какая-то традиция начинать влоги или по крайней мере дни влога в машине сегодня 2 декабря в питере очень холодно минус 7 я в полном обмундировании насколько это возможно потому что мне до сих пор нет шапки у меня до сих пор нет уг и те угли которые я сдавала вместе с вами в прошлом влоге в чистку они только у меня будут 9 декабря то есть мне всю неделю ходить в мартинсах но я сегодня в целых двух парах носков тоненький хлопковый сверху шерстяные такие гольфы кстати очень классные женщины в прошлом году покупала вот так же я в повязочке в своей же камеру и тут у меня еще шарф перчатки в общем полный комплект вы сейчас со мной поедете в центр города я встречаюсь с девочкой поедем на площадь где стоит исаки и там рядом есть очень красиво фотогеничное место где все блогеры фоткаются я его как бы вычислила диана хотя это не было очень сложно да ладно затем мы пойдем в новую голландию погуляем там уже поставили каток обедаем и затем отправимся скорее всего в магазин all point rouge это магазин у красного моста у нас в петербурге очень красивый я буквально там один раз была очень она хочет до сходить просто вообще не по пути каждый раз там есть классный книжный не помню как он называется но обязательно вам напишу потом просто хочу посмотреть может быть новогодний декор может быть новогоднюю открыточку кстати я уже активно думаю про новогодний подарок в качестве розыгрыша на ютубе для вас я сначала подумал может быть собрать такой бокс как бы с моими любимыми продуктами но потом я подумала что вы их сами можете купить завтра с сашей пойдем с фору хочу там посмотреть но в льдбт хочу там посмотреть вам что-нибудь классное в общем я очень долго болтаю надо уже ехать а хотел вам еще рассказать что я учла свои предыдущие ошибки вышла из дома гораздо раньше за полтора часа пока дошла до машины пока я осмотрел пока села и знаете не водила где-то неделю или полторы в прошлом влоге последний раз водила ездили на маникюр мы с вами и знаете прям мандраж какой-то но как говорится глаза боятся руки делают надеюсь все пройдет хорошо но конечно чем чаще ездишь тем лучше и тем меньше что вы можете поэтому несмотря на то что я все еще иногда волнуюсь я стараюсь все равно ездить постоянно очень хорошая в питере погода потому что холодно морозно при этом очень сухо то есть асфальт не скользит снега нет гололеда нет это прекрасно вот еще нас тут поставили елочку я постоянно кстати забываю теперь во влогах рассказывать в чем я решила возобновить эту традицию пусть теперь это будет правило так вот повязка жакмю пуховик ады stories прошлом году покупала есть даже шопинг влог где его беру свитер а им клоу и также и также настал сезон кожаных брюк потому что очень холодно вот люди у меня из манго и не могу снять потому что я человек который очень близко ездит к рулю потому что я метр с кепкой ну и собственно мои маркетинсы извините за грязный салон езжу я на кирю x-line беру в основном эту машину потому что я к ней уже привыкла вот и вот такая у нас тут елка стоит и солнечном в общем все еду фотографируемся мы пришли к этой галереи где все влогеры фотографируются тут ее еще украсили и здесь просто шикарно и вот сейчас пойдем в новую голландию просто останавливаемся на каждом шагу чтобы сделать фотографию потому что в питере зима минус 7 2 декабря и вот такое невероятное солнце кстати мойка уже кажется во льду да уже зареденела просто шикарная погода хоть холодно пипец и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Все это готово Саша, как обычно, американо, у меня куркума-алате. Тысячу лет хотела попробовать на фундучном молоке, и здесь еще макарон с карамелью и бананом. Я нашла очень интересную открытку, и думаю положить ее в новогодний подарок. Сегодня как раз буду смотреть, чтобы такого купить, подарить, разыграть вам, поэтому думаю вот такую открыточку возьму. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы забрали в какой-то магазин мебель, и тут такая прикольная мебель под винтаж азиатский и восточный. Очень прикольно, напоминает магазины на Бали. Там мебель точно такая же. Субтитры сделал DimaTorzok Пришла в Сефору смотреть подарки. Нашла здесь ланеж, очень равно хочу попробовать вот эту маску для губ, про которую все везде пишут. Тоже хочу. Часть 17.50, кино в 19.10. У нас очень больше часа до кино, и мы решили, что мы поедим не в кино, а зашли во Фрэнк Байбасту, потому что вот Мираж слева и справа, два заведения от Басты, это Фрэнк и Годзилла, да, Горилла. Мы ни разу не были, и мы давно хотели сходить попробовать ребрышки, так что мы сейчас пришли, заказали ребра, ждем. Очень интересно попробовать, потому что мы были на Бали, и там шикарно делают ребра. Есть очень крутое заведение, в которое постоянно очереди. Очень долго на нас стоит. И там просто они невероятно вкусные, и мы каждый приезд туда ходили, вот, и мы знаем, какие на вкус реально крутые ребра, поэтому ждем еду. В кино потом пойдем. Такой вот наш день вечер. Саше не очень понравился мой маршрут, ну, и мне тоже, на самом деле, сегодня заведения, в которых мы были, это и магазин книжный, совмещенный с кофейной, булочек было как-то мало, там не очень там это понравилось. Ну, так, как-то стильно, прикольно, но не особо атмосфера располагается, чтобы там сидеть. А по поводу второго магазина, где просто дизайнерские вещи, всякая такая ерунда, как-то было мало всего, не особо интересные выборы, то есть... Как-то ни о чем сегодняшний маршрут, но надеюсь, мы сейчас вкусно поедим и отлично посмотрим его. Мы пришли в Мираж, и тут даже есть гардероб, представляете? Мы сейчас будем сдавать одежду в гардероб, чтобы посмотреть, но это очень здорово, я считаю. Тут безумно красиво. Сейчас увидим, и поснимаю вам кайф. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Короче, посмотрите, какое у нас место. Вот, мы сейчас еще посмотрим меню по QR-коду и закажем мне десерт и чай. Вот. Также по вашему запросу он предоставит печатную версию субтитры Алексея Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! а устроила себе выходной, не думала, что буду сейчас снимать влог, пошла в торговый центр, у нас очень давно тут не была, а тут открылся просто огромный Кучинленд Хом, классный магазин, конечно, хочется сюда с мужем прийти здесь и повыбирать, очень крутой выбор, так приятно, что Кучинленд Хом закрылся, я закрылась, а у меня прям под домом Кучинленд Хом. Много чего понравилось, и разве сегодня решила снимать влог, пойдемте посмотрим, что в H&M вообще хотела сегодня еще в Сенсей зайти, там тоже новогодняя коллекция для дома есть, и куда-то еще я хотела, в Буше за булочками хотела зайти с Кардамоном, а нет, ребят, H&M уже все закрыт, так что даже как-то грустно стало. Еще у нас открылся Кофешоп Компани вместо Старбакс, я хочу посмотреть, есть ли там какие-то фестив-напитки. Я не знаю, что это, но открылся какой-то Кози Хоум, что это вообще за магазин такой. Пришла в Сенсей, видела в Инстаграме у кого-то красивые кружечки отсюда. Кофешоп Компани Прикольные кружечки, они очень тяжёлые, увесистые и не выглядят дёшево, как большинство отсюда, и стоят они всего лишь 450 рублей. Очень прикольные, выглядят как керамика бажанная, прям классные. И такую же похожую свечу нашла, вот, пахнет просто шикарно, честно говоря, аналог запахов из H&M, очень большая, крутая чаша, вы после этого можете использовать её как подставку или как ту же чашку, и стоит она 900. Я бы купила, вот, думаю, нужна мне ещё одна коба, вот такая большая, думаю, потому что у меня много подсвечников пустых, но очень крутой запах. Вот здесь всё какое-то очень детское, но я нашла классную свечу, пахнет гурманской, по крайней мере, ванилью, тоже классная, стоит она 500 рублей, вы серьёзно? Ну, я её возьму, пожалуй, очень классная, мне кажется, зимой будет красиво смотреться. Ещё есть вот такие, но они уже не так ярко пахнут, на самом деле. Неплохие кружочки я здесь тоже нашла, не такие детские, вот это прикольное. Так, что здесь такое? Такая зелёная есть у них, красивая, вот она стоит. По-моему, очень здорово выглядит. Также есть супер минималистичная, вот такая. Я просто очень люблю новогодние кружки, у меня до сих пор ни одной нет. И вот такая тоже есть, неплохая, интересная. Вот. В принципе, всё. Вот эта, кстати, мне ещё понравилась, такая прям миленькая девчачья, даже думала, может быть, её купить. Значит, смотрю на эти коробки, думаю, что это за коробки, они тяжёлые, как бы не пустые. Я распаковывала, тут оказалась вот такая вот офигенная кружка, она, правда, небольшого объёма. Она с крышечкой, и тут ещё и внутри сито, тоже керамическое или фарфор, я не знаю, что это. Очень неудобно снимать, потому что низкий стол. Но очень классный подарок, поэтому если вы ищете, что подарить, вот прямо классная вещь. И сейчас скажу вам, сколько это стоит, но, возможно, они найдутся. Серьёзно? 400 рублей, ребят. Просто офигеть. Девчонки, привет, извиняюсь за плохое качество. За окном 3 часа дня, но как бы темно, камеры у меня сейчас дома нет, поэтому снимаю на телефон, поэтому заранее извиняюсь, я просто хотела вам показать небольшой анпакинг. Сейчас будет холл новогодних кружечек. Я не удержалась и купила две. Свечу не стала брать, чтобы не было захламления. К тому же вчера про золотом яблоке заказала себе свечу как раз, такую новогоднюю, поэтому воздержалась от покупки. Покажу вам свои новогодние кружечки. Я на самом деле обожаю новогодние кружки, и у меня до сих пор нету никакой новогодней красивой кружки, потому что каждый год я ищу и не могу найти. То в H&D мне не нравится, то новогодних там нет, и как-то вот... В итоге в этом году купила. Первая кружка — это кружка с пряниками. Мне она показалась очень девичьей и, не знаю, очень милой. Она как бы минималистичная, но при этом тут есть прикольные прянички. Немного криво как бы налеплена картинка, не посередине, а как-то к боку. Но в целом за 300 рублей я им это прощу. Классная, мне понравилась. Я решила, что пусть будет за такие деньги. И вторую кружечку я купила вот такую. Я вам её показывала в магазине, она упакована в коробочку. Здесь вот такая кружечка, и я правда переживаю, что она очень маленькая. Здесь есть крышечка, и также здесь есть сито. Оно тоже сделано из керамики. И просто проблема в том, что обычно, когда ты завариваешь в кружке чай, у тебя кружка должна быть большая, потому что вот это занимает очень много пространства. Также чай занимает пространство. И, наверное, маловато кружка, да? Собственно, вот в сравнении. Больше походит на кружку для кофе. Ну ладно. Но мне она так понравилась. Она стоила 400 рублей. И мне так не хотелось её оставлять в магазине. Потом мы её раскупили. Мне кажется, она очень элегантная, классная. Хотела зайти, кстати, в императорский фарфор, когда мы гуляли на Петроградке. Вы это видели в части до этого дня. Но почему-то профукала я этот магазин. Как-то не нашла. И с того же дня мы были в Сифоре, сделали там покупки. Раскрою небольшой секрет. Я купила для вас там подарки. И себе тоже кое-что прихватило. Поэтому покажу сейчас, что для себя купила. Уже успела попользоваться, но очень хотела сделать анпекинг. Потому что такая вещь красивая. Заслуживает отдельного анпекинга. Это маска для гупла Неж. Корейская фирма, насколько я знаю. Вы, конечно, видели их везде. В запрещенной сети, на Пинтересте. И я тоже, меня как бы заинфлюенсерила. Вдохновила, короче, на покупку. Это ночная маска для губ. Уже популярна как года два или даже три. И здесь просто потрясающе милая упаковка. Вот такая баночка. Я решила отличиться. Я везде вижу розовые банки. Там есть аромат грейпфрут и аромат ягодный или конфетный. Я выбрала аромат с ванилью. И также здесь меня это вообще удивило. Здесь также в наборе. Просто вдумайтесь. Ты достаешь оттуда вот такой вот миленький силиконовый конвертик. Брандированный. И в этом миленьком силиконовом конвертике еще вот такая кисточка с силиконовым наконечником. Для того, чтобы наносить маску на губы. Это просто люкс какой-то невероятный. Я уже успела пользоваться. Мне очень приятно этим пользоваться. Я просто, наверное, первые несколько дней каждый раз вот так вытаскивала эту кисточку отсюда. Вот так мазала, все складывала обратно. Мне очень нравится этот ритуал. Пахнет невероятно вкусно. Какой-то ванильной карамелью. Очень вкусными леденцами. Именно ванильными. Уже немножечко здесь попользовалась. Мне нравится. Во-первых, нравится сам процесс, сам ритуал. Губы очень с утра мягкие, нежные. Я довольна пока продуктом. Вот, собственно, такой анпекинг. Очень милый и очень девчачий. Вот такие вот покупки у меня сегодня. Ну, не сегодня, но за последнее время. Еще раз извиняюсь за эту темноту, за этот серый цвет. Очень хочется уже анонсировать новогодний розыгрыш. Розыгрыш новогодних подарков. Терплю, не открываю пока, что я купила. Так сейчас стукнулась я по коленке, что как в кабинете невролога у меня нога аж подскочила. Думаю, это сделаю в ближайшее время. Просто нужно докупить некоторые вещи. В общем, следите за обновлениями. Вот.